бог дано устали 534 так точно здравствуйте 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 сегодня 19 мая 2016 года канал арт-подготовка программ плохие новости вячеслав мальцев со мной в студии сергей и валерий у нас прямой эфир вещаем из саратова с волги из россии до новой исторической эпохи осталось пятьсот тридцать четыре дня то есть до 5 ноября семнадцатого года осталось пятьсот тридцать четыре дня сегодня мне позвонил наш адвокат рассказал потрясающую историю на кольце десятки парни молодого остановили два экипажа аж гаишников представляешь взяли документ у нее посмотрели говорят вот у вас тонировка надо проехать там в отдел но сразу заподозрил что-то неладное и стал отказываться в этом составлять протокол я сниму я в общем согласен и мы начали пистолетом угрожать наручники трясти ну результате он сорвался побежал забежал в толпу который стоял у десятого трамвай на остановке и стал просить помощи а троллейбус десятый нет трава я трамвай конечно пардон да вот и стал просить помощи люди сразу же обратили так сказать свое оружие на гаишников те сильно обосрались сели в машины и умчались его правами после этого адвокат позвонил дежурную часть спросил в чем дело сказали что у нее оказывается неоплаченный штраф и эти гаишники хотели его ввести сразу же в суд отправлять на 15 суток и получать палочку я чтобы все знали как мне наш адвокат объяснил и как другие люди которые сейчас при делах больше даже работники полиции очень часто не могут понять где штрафы сейчас все так прячется никому домой ничего не рассылается специально что нужны вот эти палки чтобы сажать людей на 15 суток сажать какие мрази вообще редкостные мрази какие вот дела в екатеринбурге скандал был все это возвращаясь к 9 мая там видео на радио свободы разместил но и другие где ветеранов в орденах не пускают в здание администрации говоря что их нет пригласительных списках а здание не резиновое то есть всякое мразота есть там ветеранов нет праймерисом этим ядросовским запарили то есть единая россия фактически проводит выбор предвыборную кампанию до начала предвыборной кампании это уникальная вообще ситуация рассказывает тут про значит своих кандидатов развешивают билборды плакаты какие-то ужасные фотошопе сделаны и так что там где-то там среди щеки бровь находится ночью жесть какая-то нам прислали мальцы будет ли бесплатно юридической помощи по уголову гражданск правовым делам безусловно должна быть конечно если у людей нет денег как как можете не такая как сейчас вам дадут бесплатного защитника если вы не можете оплатить до такого защитника который тяну контрапупит на всю жизнь нам прислали такие вопросы сказать что вас слушают в австралии новой зеландии если нужна помощь обращайтесь спасибо за адекватный обзор новостей спасибо я знаю у нас достаточно много друзей в новой зеландии как это неудивительно она вот такая малюсенькая да там людей еще меньше чем земли у нас там очень много зрителей ну спасибо в общем то новой зеландской земли и австралийской земля чё в таких случаях нужно крикнуть там я не знаю там бушмены кенгуру ура подошла пора менять за ганд паспорт варианты на 5 или 10 лет будут ли они вхождение после 5 11 17 и что будет с внутренним паспортами не пора или их объединять нет сто процентов надо объединять раз внутренние паспорта вообще такая сложная вернее ненужная совершенно на мой взгляд вещь ну что такое внутренний паспорт по большому счету зачем нужен внутренний паспорт для того чтобы прописываться но у нас прописки не будет зачем она нужна прописка ну что такое в информационном мире нужен внутренний паспорт такая бумажка что вот я и есть вячеслав мальцев да нафига масса других совершенно нормальных вариантов до которые во всем и не только во всем мире мы должны продвигаться и дальше но и мы начали с того что нам соратники пишут мы его вчера анонсировали нашу страницу вконтакте которая появилась какое-то просто невероятное количество людей нам написала мы конечно всех сейчас перечислять не будем здесь мы будем перечислять наверно до конца эфира и благодарности шлют и слова поддержки кстати что удивительно написала нам ну я не знаю наверное больше сотни человек и мы в принципе ни одного очевидно негативного комментария не встретили но я думаю сейчас изменится кто-нибудь наверняка подключиться и будет нас критиковать но и ладно это не самое страшное вот и прислали нам соратники интересные работы свои которые они на творчество их потянуло поэтому очередной раз призываем у нас в ссылке в описании к этому ролику есть страница за числа вам альцева мы создали в том числе для участия в праймерис то есть если у вас какие-то вопросы возникают можете обращаться туда ну и в общем то общаемся но если кому-то не ответили уж извините мы мы одни вас очень много не нужно не причем одни много не вот на данный момент мы ответили всем кто нам написал даже на привет в общем большое спасибо что вы регистрируетесь что вы проводите работу нам нужны волонтеры вот тут овчаренко андрей напишет вопрос мальцев как думаете сколько надо будет голосов чтобы победить на выборах пар нас просто я вам гарантирую что из вашей аудитории за вас проголосует меньше десяти тысяч это достаточно конечно недостаточно есть проголосует меньше десяти тысяч мы проиграем и в общем то будем надеяться что проголосует гораздо больше десяти тысяч намного больше если такое произойдет ну значит мы выиграем если не произойдет такой значит проиграем поэтому посмотрим в общем вот этот праймерис это тоже хороший такой момент посмотреть насколько можно отрекрутировать людей да да ты хотел что-то сказать да но и привет такой индивидуальный николай из балтийска который нам тоже написал да вот николай привет просил в общем-то передать ему на узле он написал что вячеслав должен помнить вячеслав помнит я прекрасно помню вот про войну тут много мне написали очень негодует люди говорят что я их войну и пугаю я никого война не пугали могу сказать что то что сейчас мы видим но это о том что война неотвратима то есть вот если предположить что есть путин путин бедоносец топи данность который уже находится за гранью реальности он хочет победить во внешней политике хочет он победить во внешней политики здесь нас много собралось хочет да у нее есть хоть один шанс победить во внешней политике но для того чтобы победить во внешней политике прежде всего нужна экономика парадокс сколько россии занимает в экономике мира меньше двух процентов то есть вот такой вот клуб у нее есть хоть один шанс нет он ставит перед собой понятные цели и задачи не ставит перед самим собой не ставит понятных целей задачи вот он там хочет царить над всеми чтобы россии там чего-то чего есть конкретные цели вот 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 он таких целей не ставит а соответственно не может он победить почему потому что у меня нет стратегических целей у нее есть тактические сиюминутную цели что значит каждый раз побеждать используя тактические цели знаете где победа происходит ну это может произойти или должна произойти или не может произойти как угодно говорить где нужна победа каждый раз так сказать преодолевая какую-то вот тактическую преграду это в рулетке игра в рулетку по я что ты каждый раз думаешь включаешь мозги как же мне выиграть в рулетку можно выиграть в рулетку один раз можно даже два раза даже пять можно но нельзя каждый раз выигрывать в рулетку не так и иначе бы все казино разорились вот путин играет в рулетку он ставит перед собой каждый раз тактическую задачу которая не просто так скажем как красные черные там 50 на 50 но при условии еще что кто-то zero держит да а есть огромное количество у других народов им других систем очень важных задач которые противоречат задачу путина поэтому он не может выигрывать просто не может а он хочет выигрывать но не может выигрывать значит он поставит однажды такую цель обязательно поставит при который он может выиграть при реализации когда он может выиграть в одном случае если он при первым применить ядерное оружие все больше не нет ни почти ни одного варианта поэтому чё у него в мозгах я не знаю то что хочет выиграть я знаю то что у него есть только один шанс попытаться выиграть от применить ядерное оружие я тоже знаю поэтому чё тут говорить и если он заявлял по поводу того что он был готов применить ядерное оружие борясь за крым ну чё тут он сам подтверждает о чем вообще можно говорить когда мы говорим про путина вот сейчас академии генштаба совместно с фондом перспективных исследований объявил конкурс на описание войны будущего и там могут принять участие только слушатели каких-то там военных пулеметных курсов там академии так далее слушаете академии генштаба вот я вам рисую вариант войны будущего путин нажал на кнопку вот этот самый сейчас реальный вариант более того это неотвратимый пока вариант пока неотвратимый единственный вариант чтобы этого не произошло это обнулить путина вот как бы эта величина которую нужно обнулить она хочет от величина быть постоянной как-то нужно действовать иначе чтобы эта величина не стала постоянная стал переменной вот павленский получил травмы его перевели в сизо медведь и известен номер номер конвоира отличившегося особой жестокостью номер от 007 666 странный номер 007 666 это значок конвоира я знаю что у нас там в тех краях да только сейчас я знаю что некоторые люди там будут оглядываться и смотреть друг на друга не надо не смотрите друг на друг мы про вас знаем я имею ввиду илью андрей дмитрий владимира так что вот я очень прошу лично я прошу установите кто такой вот этот 007 666 где он проживает где его семья и повесьте пожалуйста в интернете везде что павленского мучил вот этот человек и нам нужно его установочные данные место жительства и все данные на его семью прошу вас сделать такую работу да не надо переглядываться но я знаю что вы нас слушаете я знаю что смотрите где удивляйтесь что мы вас знаем да где-то четыре человека упали в обморок только только что нет 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 я думаю что они не все вот двое точно между собой сейчас переглянулись а вот бывший майор полиции федор объедков которого уволили за то что он отказался принять меры по прекращению несанкционированного митинга в столичном парке дружба оспаривает в суде решения да вот интересно такой есть милиционер майор полиции федор объедков который примером должен стать для всех полицейских человек который отказался задерживать невиновных людей и за это был уволен но честь ему хвала если у нас есть так скажем возможность если он захочет и у кого-то есть с ним связь то вы могли бы провести телемост с этим майором полиции я думаю для всех был бы интересно да и для самого майора полиции был полезно меня спрашивают что будет с майором полиции объектом при новой власти но минимумом будет начальником милиции северного округа где он работал минимум я думаю что скажем начальником национальной гвардии как мы ее там назовем милиции народной гвардии актера валерия николаева снова арестовали на 15 суток николаеву лишь опять не повезло актер николаева опять тащат в тюрьму видно кому кого-то он сильно в этой жизни напрягает хотя нельзя сказать что человек оказался не в то время не в том месте это можно оказаться один раз а он что-то очень много раз оказывается значит здесь есть какой-то злого злой умысел опять славик должности раздает вы как хотели а чё я должен раздавать если мы раздаем как бы уже кары определенные египетские то мы должны какие-то поощрения раздавать логично на прилавках астраханских магазинов появился хлеб на упаковке которого изображен логотип региональных судебных приставов да вот такой вот хлеб узнай о своих долгах о как лишь так хлебушек ешь и должен помнить что еще и должен кому-то ну что сказать у людей в голове не знаю чё кстати фотографии открыл и вспомнил нам прислали фотографии на туда вот на страничку вконтакте я хочу сказать что когда присылаете что-то вы пишите можно ли оглашать ваши данные кто и что потому что мы без спроса не будем это делать то есть так вот по умолчанию мы просто говорим что наши зрители вот наши зрители прислали вот такую карикатуру очень очень мне понравился она такая забавная такая карикатура а вот это уже такое серьезное творчество и прислали вот такие фотографии таких изделий мне кажется очень красивые изделия просто великолепные 5 11 2017 мне кажется это вообще такая высшая форма поддержки до человеческой когда человека тянет на творчество мне кажется вообще вы выше этого нет ничего то есть это такая высшее проявление форма поддержки то есть человек где-то сидит там думает о нас да и воплощает в эту идею в какой-то во что-то и вливает да там в рисунок или в кружку или в какое-то другое произведение мне кажется это очень сильно еще в тему нашей странице вконтакте передаем привет ирине из алтая и она просит рассказать что-нибудь про алтай вы были на алтае не очень хочу вы будет когда-то время нужно совсем на пенсию иду поеду куда-нибудь там беловодие искать пойду пойду по алтаю искать беловодие очень интересно конечно побывать строители ростов арены вышли на забастовку из-за невыплаты зарплаты бишь готовят стадион чемпионат 2018 строители вышли на забастовку вот в ростове вообще это наверно как-то особенно должно понятие забастовка быть звучать и ощущаться после как новочеркасских событий до которые там наверно некоторые даже и помнят хотя нет наверное не помнят но я имею ввиду сами не были участниками в аквадоре произошло землетрясение магнитудой 6 и 8 пишут датсика опять датсика мусора опять повязали да вот чё-то там его задержали вчера уголовных дела шьют а датска только в радость мне кажется он он вообще не напрягается парень в аквадоре два землетрясения прошло вот я думаю что там может что-нибудь и пробудиться там какие-нибудь вулканы в южной америке могут сейчас начать пробуждаться как тот про который мы вспоминали уже в первую хуй на пути на который называется сейчас как стрельнет и все в венесуэле настал военный коммунизм и массовый голод для фотографии присылают из венесуэлы какие-то такие совершенно ужасные вот это разграбленный магазин а вот это не разграбленный магазин разница никакой пронадите 10 отличий до разграбленный не разграбленный магазин сразу в общем вспоминается та история про мужика который ехал в машине какой-то нефтью занимался курил в окошко на заднем сиденье у него было роликса и проезжающие на мопеде отрубили ему руку чтобы забрать ролик ну я думаю что события там начнутся вот прям днями что называется но и уже мы видели фотографии о том что там уже массовые протесты и очень массу то это для не венесуэлы это вообще это обычная картина я что есть массовые протеста когда там начнут разносить всех извини что перебил но при этом на этом этапе уже мы видим что к протестующим подключается полиция да конечно безусловно то есть это обычный такой вот южноамериканский колорит до поли полиция либо с мафией или бас протестующим народу она как там не может быть с властью просто определить как будто развиваться события посмотрим сейчас вот ближайшее время мы узнаем ничего ничего хорошего нельзя предсказать во-первых ильминья засуха воды нет электричества нет работы нет жрать нечего как в таких случаях развиваться события самый простой путь был бы президенту подать в отставку мадуро наверняка этого не сделать ближайшие по крайней мере время значит будут очень серьезные выступления очень серьезные то есть фактически может начаться гражданская война то есть сейчас венесуэла на пороге этого как поведет себя мадуро я не знаю ничего хорошего прогнозировать невозможно в польском вроцлаве взорвалась бомба какая-то кастрюля взорвалась на остановке там были гвозди что говорит о том что наверное это был террористический акт был пакете это взрывное устройство но посмотрим как будут развиваться события пишут что пострадал как минимум один человек ну в общем-то слава богу что немного обнаружены обломки лайнера эджипт эйр то обнаружены то не обнаружены в общем-то фотографии размещены на которых непонятно то ли это обломки лайнера то ли это просто такие фотографии упал а-320 египетских авиалиний летел он из аэропорта шарля деголя если вы помните в прошлом году мы говорили что на сегодняшний день это тогда год назад еще до падения на синая лайнера российского мы говорили о том что самые опасные аэропорта это аэропорты франции именно орли шарль деголя причине того что там очень много работает арабов мусульман и что возможен террористический акт но исходя из вот таких посылок конечно же сразу же от кукарекал тут начальник фсб российского бортников который решил показать свою эту глубокую информированность и сказал самый первый счет там ни коня ни воза он уже сказал что это был террористический акт и так далее боюсь что он оказался не прав наверное я не знаю но у меня нет ощущения что это террористический акт внутренний хотя он возможен и как бы максимальные проценты за то что конечно это был террористический акт египетский самолет летел из франции там и так далее и так далее вроде бы все но вот слишком слишком все правильно получается для теракта да я вполне допускаю что что это была обычная варе которых причем я ждал что будет аварий самолет узнать потому что перед этим уже произошло две аварии то есть ну вот надо сказать что что бортников заявил что он предотвратил тут по парижскому сценарию в россии кучу актов террористических очень молодец герой иди получи того вот упал бомбардировщик на гуаме б-52 то есть его передислоцировали из америки на базу в гуаме а там как все время то тогда б-2 упал в гуаме разбился теперь б-52 как как-то ну я не был на этой базе может быть там как сложности какие-то я так понял что бомбардировщик б-52 упал при взлете и еще не сильно взлетел да потому что экипаж весь спасся ну судя по всему б-52 так устроен что с него очень сложно прыгать поэтому скорее всего он упал они уж потом по вылазили ну как я понимаю может быть там был как-то иначе вот и в афганистане свалился ан-12 причем азербайджанская авиакомпании и в основном граждане украины были в составе экипажа вот упал в начале а 12 потом в гуаме б-52 и я стал ждать в общем когда упадет еще что-то и в полном ожидании уснул меня разбудили сказав что упал самолет я спросил где мне сказали наверное в средиземном море египетский летел из франции я сказал все понятно и стал спать дальше то есть я ждал что наверное будет авария потому что идет волна гибели воздушных судов ну значит как-то возможно все-таки могут сегодня обсуждали такая одна из ключевых новостей сегодня да и в общем то все наверное сошлись на мысли что как-то с терактом все-таки это не увязывается ну не знаю нет с точки зрения логики вот момента да вполне может быть теракт но ну не знаю чет нет ощущения посмотрим мы можем ошибаться то есть не обязательно сто процентов мы говорим что вот так она есть да мы часто говорим правильно но не можем быть правы всегда запуск спутника с российского космонрома отложили на неопределенный срок это о чем нам говорили про протон да вот сейчас подтверждение пришло что отложили не полетит пока протон ну не не летит протон крокодил не ловится не летит протон нужно платить плачут богу молится путинский притон крокодил не ловится не летит протон да вот жители двух поселков свердловской области готовятся к эвакуации из лесного пожара ну лесные пожары я думаю везде по россии сплошь поэтому тут мчс не сейчас могут проявить себя по полной программе я только честно говоря я не понимаю что мешает проявлять заранее то есть проводить профилактические мероприятия всякие просеки делать да там какие-то в осенне в это в осенне-зимний период проводить какие-то противопожарные мероприятия которые потом в летний вот весенне-летний уже дадут свои результаты но почему-то этого никто не делает не знаю житель подмосковья подорвался на гранате да то о чем мы говорили серия таких вот гранатных дел вот мы рассказывали что этому в подмосковье взорвался на гранате еще где-то там в астрахани ночью идет вот волна с гранатами проблем так что если у вас дом лежит граната но отложите ее в сторону ни в коем случае не вкручиваете в нее за запал потому что видите как это в общем эффективность ваша очень сильно возрастет если вы вкрутите вашу гранату запал захват заложников московском банке закончился смертью налетчика сотрудники освобождены да вчера нам сообщили о том что произошел такой случай во время эфира что захватили заложника потом сказали когда мы эфир закончили сказали что вот этого нападавшего застрелили вот сергей не даст соврать мне я смоделировал полностью ситуацию как это было то есть что у человек нет никакой бомбы что он отпустил всех заложников оставил кого-то одного пришел переговорщик и тупо его застрелил причем вы поэтапно вот здесь сколько было людей вы поэтапно вы говорите и появляется точно такая же новость этим заголовком ну потому что я же по я как козлы могут действовать часто эксперты жизнь заложником сохранили грамотные действия собор то жизнь заложником сохранил то что парень никого не хотел убивать и он видно доведен был до отчаяния сам не понимал что творит и за это его над был застрелить что ли а чё вообще речь такое безумие человек выполнять требования отпускает этих заложников часа чем убивать вот он там запаниковал зачета схватился да мы там нас там не было мы не видели зачем там схватился все фигня полная причем тут вот написали всякие граждане забавно наблюдать как некоторые люди кричали какого хера не застрелили няню метро который отрезал голову ребенка но сейчас осуждает убийство мудака в банке вот и я удивляюсь вот этому человеку убитый ребенок и люди которых там взяли в заложники в банке это это соразмерно что этот человек кого-то убил у кому-то голову отрезал он бегал с отрезанной головой как раз это это удивляет то есть с отрезанной головой ты бегаешь тебя никто не убивает такое вот вытворяешь откуда мы знаем у человека там реактивный психоз мне что-то случилось так далее то вот он ранее был судимый чё что он ранее был судим его за это надо убить он за это отсидел уже это ранее судимым ну мерзостно все это я понимаю так что они хотят показать как как они крутые но они не понимают что следующие серьезные люди кто будут совершать на преступление они будут иметь ввиду что живыми их брать не будут и соответственно будут продумывать варианты более жесткие гораздо более жесткие я не хочу в общем-то в данном случае быть правиться но если погибнут при будущем захвате заложников погибнут заложники то виноват вот этот козел который парня застрелил и который который вернее тот козел который тому козлу дал команду застрелить парню неизвестный застрелил трех человек на киевском шоссе да вот странную тоже ситуация убит три человека пока там ничего тоже то ли какие-то разборки то ли бахом банда gta да вот мы говорили уже что двоих там убили ну вроде там дальше у нас будет информация что нашли а так можно было подумать что это серия таких преступлений полиция москвы не подтверждает информацию об обысках московском уголовном розыске ну я понимаю так что каких-то каких-то прихватили черных риэлторов а с ними работники мура очень плотно дружили и как бы вместе не работали вот похоже сейчас будут то есть там разбираться и обыски точно если еще не прошли то пройдут три жителя тула изнасиловали знакомые убили пенсионерок подожгли дом и угнали трактор да то есть так развлекались но это они в прошлые годы развлекались сейчас и вчера их приговорили там значит одного к двадцати скольки годам ты восклик к двадцати четырем годам одного к двадцати трем годам и одного к десяти годам и такое вот такое название и вообще часто повторяющиеся вот подобные названия они говорят о том что журналисты перешли в другую вот к тебе раньше была категория убил и съел и старались там как-то страшно все а сейчас любая информация уже в самом названии подается весело так вот трое туликов изнасиловали знакомые убили пенсионер подожгли дом угнали трактор чувствуется такая вот экспрессия ну мы видим куда все это движется и понимаемся и с этим чем вот все закончится вот в туль продолжают закапывать фонтаны вместо того чтобы чинить вот фонтаны закапывают и делают клубы год их нельзя починить как я помню одного товарища у которой которого было 11 не раскрытых преступления у меня было 13 совершенных 13 раскрытых а у него один совершенных 11 не раскрытых я говорю саш а ты чё преступление не раскрытых убитой ты знаешь словах нельзя раскрыть я буду тут не почестнусь скажи ты пробовал хоть одно раскрытие году как старую товарищу быть нет я говорю о чем что считаешь что их нельзя раскрыть я так думаю вот так нельзя починить фонтаны потому что помоги российские чиновники наверно по такому же принципу может быть попробовать не воровать задам и даже пробовать не будем не получится поэтому даже пробовать или москве ликвидировали бордель на колеса до мальцев а ты не боишься что тебя завалят за твою деятельность нет ни федералы простые люди космоза как как которые смотрят как ты врешь постоянно ну приходи застрели меня простой человек урод приходи застрели чё ты вот сидишь пишешь там дрочишь приходи застрели простой человек ублюдок вруя если я врал меня не смотрел по 100 тысяч человек в день только на подготовке еще на других зеркалах общей сложности почитали недавно получилось под 300 больше 300 тысяч люди подсчитали сколько в день просмотров более 300 380 тысяч на разных совершенно ресурсах так что если бы я врал я думаю что смотрел три с половиной инвалида дачу москве ликвидировали бордель на колеса он сильно меня разозлил знаешь ублюдок у тебя очень серьезные проблемы будут вот уже сегодня ночью имею в виду потом извинишься все закончится да вот бордель на колесах очень интересно орган вчера по этому поводу говорил я очень смеялся на пока показывал фотографию эту из фунтика из про профессионка пункта машины это бордель на колесах но видишь вот это вот основная новость такая прошла московская полиция всех победила какую-то поймали жители закавказе 34-летнего с борделем на колесах ну все то есть нравственность восстановили во всей москве так хорошо всем стало от этого там безумие творится совершенное безумие вот этот сам не я не против того что они ловят бордели на колесах я против того что они больше ничего кроме этого не ловит скр заявил что задержан убийца бизнесменов под московье это вот как раз к тому вопрос когда два человека были убиты и мы сказали что то ли какие-то разборки как в 90-ый год то ли банда gta да тут вот они рассказывают что эти двое должны были этому их убийца деньги но не возвращали он потерял надежду их вернуть и и убил их из-за денег то обычно никого не убивают я думаю что мотив несколько другой как мне кажется сотрудников син в челябинске подозревают получение взятка от зеков классический вариант то есть обычно от зеков получает все сотрудники ну который при делах взятки да но грузит только тех чье место надо освободить для другого который в этой системе будет работать более четко и носить тем кому положено да пенсионерка предлагала сотруднику фсб взятку в поломиллиона все какая мерзость вообще совершенно жуткая в саратов вот вчера и это опять вот саратов последнее время ну становится каким-то основным новостным объектом да так это ни странно посмотреть федеральных новостях обязательно каждый день новости о саратове почему но некоторые связывают с нашим присутствием здесь то есть такое особое внимание саратов стал привлекать поэтому новости отсюда выходят на федеральный уровень но на самом деле вот такая новость она и вообще на мировой уровень должна выйти представляешь женщина сколько или достаточно взрослой уже она бабушка она хотела 57 лет она хотела устроить своих значит родственников в институт внутренних войск мвд россии и за это дала работнику фсб который к внутренним войскам никакого отношения не имеет 500 тысяч но там быстро написали что он там что-то курирует где-то в этом в в этом мвд и так далее то есть и теперь его сейчас задачу взятки мы представим что есть разнарядка я так понимаю гбшником пришла не не все же деньги отмывать что надо кого-то посадить но человек искал как устроить что помощь какую-то оказали но наверняка вот этот фсбшник и сказал ей давай бабка деньги я сейчас тут всех устрою и чистая провокация абсолютно стопроцентная подстава представляешь то есть это вот чисто козлячий вариант вот так он называется мерзость такая самая прям жуткая мерзость и человек сейчас они подтащат ну посадить может быть ее не посадят там ну что осудят от 100 процентов саж безумие какое командир авиабазы в приморье задолжал казни 7 миллионов рублей за топливо и предложил сотрудникам разделить финансовое бремя прокуратура возбудила дело на тюрьму военному удалось избежать да и такая интересная тема то есть предложил всем некоторые по 200 300 тысяч рублей скинуть в казну чтобы 7 миллионов покрыть люди которые там точно ничего не воровали после этого значит там кто-то пожаловался провели какие-то проверки в результате сержант какой-то взял все на себя его осудили значит но по амнистии отпустили ну потому что ну понятно что когда убрал на себя он уже заранее знал что все отпустят а полковник вот это подполковник выплатит штраф теперь в размере 50 тысяч рублей нормально почти жить чем происходит совет соратники пишет дебилов много развелось на улицах саратова а любим бородатого забава детские поликлиники саратова избита беременная женщина какая там драк произошла с беременной и вот куча плохих новостей дает саратов мы видим это федерального масштаба новости мы берем из федеральных сми мы редко берем ну какие-то уж особые там из саратовских а в основном из федеральных следствие следственный комитет россии по ростовской области не нашел злого умысла в участии школьников в игре покажи где солнце где по правилам необходимо вскидывать руку над головой я уверен что такой игры в природе нет представляешь вот эти да ну а чё еще следственному комитету делать представляешь ну там разместили в контакте с зигой там школьников кто-то пожаловался надо давать правовую оценку все очень плохо все с этим ночью не делали они играли покажи где солнце когда мне спросят почему я показываю путинцам средний палец я буду говорить что я играю в игру покажи где солнце забавно я сразу вспоминаю случай своей жизни пришли со школой пришли кинотеатр пионер ну еще детстве естественно смотреть фильмы они сражались за родину и один мальчик который был старшеклассником он подбил некоторых когда выйдет гитлер аплодировать и вот выходит гитлер там начинает аплодировать а я не аплодирую вот и но у меня всегда свое мнение было на этот счет и это на следующий день там приходит в школу такой шухер представляешь гитлеру всех начинают поднимать там и меня подняли там вместе со всеми кто аплодировал ну и там давайте идите к директору тоже пошел всех там же а потом учительница прибегает и меня начинает оттуда из этой толпы вытаскивать я ничего не понимаю на к это там говорят что ты не аплодируем там девочки сразу начали кричать а чего его потащили он не аплодирует и почему не сказала ли гора я а должен был обязан был говорить мне так как потрясло тогда просто что я должен был как тут себя защищать мне абсолютно не хотелось себя защищать ну конечно тогда ничего не делали не сделали но я хочу сказать что когда сейчас некоторые падают в обморок какая молодежь они там зигу показывает гитлера там любит так далее но вот такие приколы они же всегда были я уверен что не мы не мы первые не мой класс который там так прикололся в битком набитом кинотеатр начали аплодировать когда появился гитлер шуточка такая была чуть но и что касается следственного комитета мы вчера разбирали с точки зрения правового поля что можно вообще этим школьникам предъявить во первых они школьники то есть шампанским их не угостишь но конечно можно но очень большие риски вот уголовное дело на них возбудить опять же можно но чего это вам как то и вас больше они маленькие но да а там и речь да а там и речь нет но может быть там я посмотрел по фотографии там кому-то может быть там 16 17 лет есть насколько я понял там же из разных классов то есть из одной школы на и хулиганство с 14 лет определенная вариант ответственности да то есть это там убийство там за силу не хулиганство грабеж тогда разбой в общем так или иначе было сложно поэтому мы пришли к выводу что скорее всего следственном комитете как раз сидели репу чесали как что же делать от этого дела от этих заявителей пригласили пригласили этих школьников всех мамами искали выиграли в покажи где солнце понятно понятно все но это с адвокатами уже решали не ну естественно рада сказали что да где солнце они да солнце там все журналист паркоменко даст объяснение в полиции о деятельности диссернета журналист паркоменко который организатор этого диссернета то есть сайта на котором значит изобличают при помощи которого изобличают этих плагиаторов до тех кто украл диссертацию сам ее не писал вот он оказался сейчас этот журналист виноват в чем-то его тащит в полицию для бесед каких-то я всем советую кого вызывают в полицию требует чтобы присылали повестку идти туда с адвокатом а лучше с двумя и трахать там мозг просто тупо то есть постоянно находиться на 51 статье адвокаты пусть там общаются и все а вы можете играть в глухонемого экс-шеф редактор рбк считает причиной разгрома редакции публикации об офшорах раудугина ну я вполне допускаю но тут это вполне допускаю что это повод а причина то в другом причина в наличии средства массовой информации который не управляется володином путиным и так далее то есть вот этой группой так ее назовем поэтому это может быть повод то есть к вот видите там владимир владимирович там вот про ралдугина там написали вот эти у таких надо закрывать и тогда вообще вячеслав викторович наверное очень сильно негодовал что существует средства массовой информации которую не держит за хвост крепко дугина пустили в грецию лишь со второй попытки а вот минком связи объяснил увольнение топ-менеджера рбк идиотизмом то есть он сказал что когда менеджмент по сути дела никаких изменений в экономике предприятия не производит его и увольняется за идиотизм найти политику самое милое дело то есть вот серёж все хорошо очень по этому поводу сказал менеджмент россии не производит в экономике никаких положительных действий кроме негативных да почему же до сих пор не уволили за идиотизм медведев да и самого путина и всех остальных их же всех надо выгнать за идиотизм и самого вот это министра связи до этого как его там замглавы алексей волин вот его самого за идиотизм надо он что минком связи сделал это кого что изменило экономику дугин опустили в грецию с лишь со второй попытки да вот я для себя написал дугина ему подобные вызывают омерзение даже в россии даже в среде националистов которым пытаются примазаться эти путинские хлебососы да последнее время очень негативно когда слышу фамилию дугин сразу так и там конечно в греции но они получили я так понимаю запрос венгрии где дугин так сказать персона нон-грата поэтому и не пускали но почему-то второй попытки пустили 22 мая в таджикистане пройдет референдум о внесении изменений в конституцию да видите как замечательно там в конституцию вносит изменения может рахмон быть вечным царем там или не может быть и вообще что если не рахмон так кто рахмон навсегда фарева и вот я говорю когда вот это вата рассуждает о путине вывод путин уберите фамилию поставьте фамилию рахмон вот если вы ватники жили там в таджикистане вы бы то же самое говорили то что вы сейчас несете про путина вы говорили бы про рахмона вам не смешно посмотрите вот такое ничтожество там вот это вот вечно будет вот это ничтожество будет вечно представляешь но не будет от ничтожество вечно там закопают конечно французы взбунтовались против трудовой реформы ну правильно сделали причем удивительно бунтуют французы массовые демонстрации проходят а тут же параллельно французские полицейские протестуют против насилия то есть плакатами там не надо нас бить и так далее то есть они они очень не хотят разбираться с теми кто протестует против новой трудовой реформы потому что они их тупо бьют они не хотят чтобы били потому что получать тумаки все-таки хочется за богу угодно и дело а за вот эту гадость они не хотят получать тумаки зачем кто-то украл деньги или просто и да эти деньги все с этим нужна трудовая реформа в связи с вот идиотским менеджментом так как назовем да а полицейские должны отдуваться они не хотят отдуваться и правильно делают власти македонии на фоне политического кризиса отменили проведение парламентских выборов назначенных на 5 июня посмотрим что будет дальше интересно вообще тему что там выбора отменили потому что они вроде как и незаконные потому что парламент неправильно распустился и так далее то есть такая снежный ком посмотрим чем закончится елизавета вторая от имени правительства объявил тюремную реформу хорошо видишь представляешь там в англии в тюрьме плохо тогда как здесь вот в россии в тюрьме если там пытаются саму систему поменять причем правительство и королеву пытаются поменять заявляют громогласно об этом да и наверное вот чем когда вот говорят про елизавета вторую говорят вот вот она сказала особенно в наших сми и это вот там как путин и вот меня человек задал вопрос чем отличается речь королеву великобритании от речи путина могу сказать что тем что это не порожняк там все что говорит путин это абсолютный порожняк и мы видим через определенное время что все что он сказал это вообще в никуда это пустые слова которые тут же опровергаются его собственными действиями то есть все его обещания они в никуда все его реформы они в куда ни одна из реформ не доводится до конца да наверное он и не желал ее доводить до конца то здесь вот заявление о том что будет реформа тюрьмы я думаю это очень серьезное заявление и она это реформа действительно будет потому что порожняки люди не гоняют как бы не для того они там сидят но и нужно понимать что несмотря на свой возраст королева все еще не памятник да все еще не ленин в мавзолее не символ какой-то а в принципе реальная политическая сила да понятно конечно она без согласования там ничего не делает в этом-то и принцип очень демократии да хотя пускай такой хромой но тем не менее но вот несмотря на это свой политический статус она все еще поддерживает бывший мэр лондона победил в конкурсе на самый оскорбительный стих про эрдоган да очень интересно представляешь я так понимаю что англичане очень остро так отреагировали очень болезненно отреагировали на то что эрдоган там стал в европе пытаться какие-то дела инициировать возбуждение уголовных дел инициировать вот отношения людей которые какие-то там стишки и песенки про него сочиняли так далее там устроили целый целый конкурс и вот бывший мэр лондона борис джонсон одержал победу то есть эрдоган обосрал круче всех молодец серьезный твит ахима оружие стал смешным интернет мемом интересно вот посольство россии в лондоне а был опубликовала вот такой твит о борьбе там значит с экстремистами это экстремисты неподалеку от алеппо там было написано но все все очень удивились сильно потому что это вот из игрушки из компьютерной да и сразу стали рисовать целую кучу всяких фото жаб нот нарисовали террористов которые воюют с россией вот они эти террористы потом главного террориста нарисовали но это не рисунок это собственно так сказать коллаж да вот такой вот потом появился для меня очень близко из игры вульфенштейн картинка и было написано что найдено доказательство того что фашисты на украине нарушает минские договоренности фашисты из вульфенштейна я сразу вспомнил эту игру и вот снова вульфенштейн почему тут вот этот 10 уровень назывался убить гитлера я помню играл вот и написано что нацисты экстремисты из правого сектора убили русскоговорящего мальчика гитлер такой я сразу вспоминаю что мне в 92 году в аллегра мы закупили самый мощный на тот день компьютер 486 к нам весь саратов ходил от компьютер смотреть и вот на нем можно было играть вот в этот замок вольф вульфенштейн и все был прям прекрасный и помню очень очень хорошо очень нравилось мне играть ну тогда я и наигрался на всю жизнь и вот к сожалению шутка шутками до становится грустно если подумать что подобные на картинки до подобные фото жабы могут являться реальным доказательством для кисель тв в принципе чем отличаются вот эти нарисованные боевики там нарисованные танки из компьютерных игрушек от того что нам преподносит киселев от того что нам преподносит первый канал у них в принципе аргументационная база примерно такая же да конечно да и такой рекламная пауза в поселок прошу прощения в город жердевка тамбовская область привет алексеев и его друзьям которые нас сейчас смотрят уже достаточно давно ждут просят когда же когда вы нам передадите привет большой вам привет привет и нам передают привет из белогоска амурская область тоже привет пишет уберите гиркина я вроде убрал да это да убрал уберите гиркин гитлер с пулеметами с этим был очень круто там был такой уровень в вольфенштейне назывался конфронтация вообще там жутко был пока мы додумались как выиграть на этом этаже очень много времени прошло финляндии придумали название для кремлевских троллей да ну их назвали но там кремлены и в общем то если так гремлины из кремлина в общем на самом деле не придумали потому что есть же фильм гремлины мультик ремлины фильм гремлины из кремлина поэтому но хорошее название кремлины такие кремлины но для нас от не годится потому что кремль для нас место силы мы не готовы называть всяких уродов в общем то таким названием это это нам не нужно и будешь посмотреть вот на путина кремль не ногой очень редко он туда почему потому что там некомфортно не его место представляешь место где похоронены русские цари это конечно это не место путина место где шапка мономаха где корона российской империи где там в эти орудия наполеона собраны это не место путина он к ним никакого отношения не имеет порошенко хочет прописать в конституции право крымских татар на самоопределение в составе украины что тут можно сказать наверное наверное все таки с этим вопросом несколько опоздал хотя в общем с точки зрения ведения политической борьбы это очень неплохо то есть он привлекает на свою сторону крымских татар и тех которые живут на украине которые в крыму и многие вопросы решает и вот когда меня спрашивают а почему порошенко лучше путина вопрос я все не могу ответить таким образом я всегда отвечаю по-разному но вот могу ответить что путин это рахмон рахмон это путин это вот ну такой вот как бы диктатор такого низшего порядка не диктатор которого привела судьба сама диктатор который стал случайно ну вот не был никого ну был вот этот рахман но он стал не был никого путин стал поэтому порошенко чем хорош чем лучше путина и рахмона тем что он не будет вечно и тем что он не хочет быть вечно этим он лучше нужно понимать что то что не навсегда и не пытается здесь вот зависну так пустить свои корни навсегда то в общем-то гораздо лучше того что хочет здесь остаться навечно и нас заставить с этим мириться венеция признала крым частью рф возмутив украины да ну там я понимаю что не признала на участие рф что депутаты 37 голосами против 9 высказались в пользу создание комитета за отмену санкций против россии за право крым на самоопределение и так далее я не думаю что это кого-то возмутит тем более что венеции всю жизнь хотят получить независимость у них главный вопрос они периодически ставили только я никак не могу понять от кого они зависим от италии ну теоретически да практически не очень сильно они зависит в польше начались громкие задержания друзей путина да вот какая-то польская пророссийская значит партия смена пискорский ее руководитель задержаны за спионаж он задержан за шпионаж в пользу россии и там еще какие-то проводится задержание обыски мы посмотрим пока информации мало посмотрим через этого вырастет ну я вполне допускаю что путинцы очень любит развозить бабки кругом там кого-то вербовать да тем более что это очень удобно можно тратить 10 процентов 90 процентов от этого дела откусывать до отпиливать как они называют потому что кто там разберется сколько ты там агентуре денег отвозишь чем анусеевич манулов этим грешил на свидетель смоленской катастрофы находится под опекой фсб интересная ситуация в польше сейчас вот скандал тут было заявлено знать что польские службы не только не сделали ничего чтобы а да значит ситуация какая как выясняется спецслужбам польши обратился гражданин россии который заявил о том что у него есть сведения там какие-то доказательства того что это непростая авария что в общем-то это все подстроены и так далее так далее вот тут пишет польские службы не только не сделал ничего чтобы проверить его слова но и передали его данные российской федеральной службы безопасности ответственным за это скандальное решение был польское агентство разведки под постановлением о передаче персональных данных российского информатора подписались два заместителя председателя агентства разведки марик стемпень и пьет пиотер ющак ющак ну нужно понимать что конечно ющак не это не шаг да там извиняюсь за каламбур вот ющак не шаг и он понимал что творит значит нужно вот искать следы на его счетах начни так просто значит у человека проплачивался соответственно и был неким доверенным лицом там какого-нибудь российского фсбшника или грушника или еще кого-нибудь я думаю что не тяжело будет найти на счетах какие-то бабки у него путин пошутил про опоздание индонезийской делегации навстречу в сочи давай шутник какой-то там что-то взялся шутить то с керри он там шутит то с индонезийцами тогда они все хотят в комике записаться ну да такой подрабатывает пока потом султану брюнея что-то он не шутил а вот интересно султан брюнея официально до самый богатый человек а и вот он сидел путин не официально самый богатый человек султан брюнея и путин так вот интересная картинка да самый богатый официально и и самый богатый неофициально то есть там вот саммит асиан в сочи проходит собрались значит азиатские там страны путин шутит а захарова сдержала обещание там и станцевала калинку этот шутит этот калинку танцу анекдота рассказывать надо есть шестом поставить чтобы она какой-то там стриптиз не выдавал да вы здесь сейчас начнется разговор у нас другой стороны вот поклонской стриптиз я посмотрел на захарова вы еще про мизулю скажет я бы с большим удовольствием посмотрел стриптиз мизулины чем захаровой поклонской ты такого никогда и нигде не увидишь это вот этот юмор вот этот прикол да там еще причем в аль матвиенко и и мизулина такой стриптиз от совета федерации такой прикол ну ты чё не как-то я вот захарову как женщину мне абсолютно не импонирует конечно но стриптиз бы с ней я посмотрел просто поржать поржать вот яровая хочу пишут да там яровая мизулина в костюме бабы-яги яровая ваши вкусы очень специфичные соратники ну ведь тоже поржать хотят все же не все же серьезно и раз у нас такая пауза вот пишет и валька с красными трусами да 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 непременно именно в таких трусах раз у нас такая пауза большой привет александру в город невест как раз в иваново вот надеемся что у вас невеста там покрасивее чем мизулина и яровая кто там еще есть вот наш постоянный слушатель еще современную стрима то есть это такой прям раритетный наш постоянный зритель в гурман стриптизе не а я кстати не очень люблю я один раз товарищем случайно мы пришли как в москве в 90-е годы в казино большой любителя до этого в казино ни разу не был и пришли в казино там прессами какой-то танцевали стриптиз и ты узнаем знаете я застеснялся мне стало неудобно я не знаю почувствовал себя неловко так что я не горман стриптизе россия поставила иран первую часть здесь именно с мизульных мы зачем поржать да да россия поставила ирану первую часть партии зеркс 300 ну видишь начало начало сейчас я думаю будут поставлять еще какие-то вещи и усиление ирана в общем-то эта игра с огнем я бы сказал особенно усиливать противовоздушную оборону я не думаю что иранцы такие дураки и позволили продать им такие зенитно-ракетные комплексы которые можно отключить то есть наверняка они все это промониторили что чтобы они не отключались а поэтому как-то вот я не знаю они вооружает россия иран против америки против израиля а результат то вообще наверное противоположный потому что у нас иран тут под боком гораздо ближе чем израиль да ну мы ближе к ирану чем израиль и уж тем более ближе чем америка поэтому в иране началась борьба за контроль над экономикой интересная тема то есть волк стрит джорнал затронул тему что правительство ирана и страж исламской революции они между собой там уже так сказать бьются за контроль над экономикой что стражи исламской революции создали целую систему экономическую из своих фирм каких-то структур и так далее вот сейчас когда санкции сняли то они на перебой там кто быстрее пытаются расшириться раздутся посмотрим чем вот закончится но это очень интересная тема саудовская аравия заплатит долговыми расписками молодцы а чушь раздадут всем бумажки скажут вот мы вам должны причем представляешь вот прямом смысле слова на бумажках написано я вам должен бумажки я вам должен кого я должен я всем прощаю так обычно в россии говорили но я думаю что долговые расписки саудовской аравии будут работать и вот о чем это говорит это говорит о том что цена на нефть ни в коем случае не станет расти даже если очень сильно захочет саудовская аравия потому что иран понимая что саудовская аравия находится в не очень хорошем положении да будет сейчас стремиться положение ухудшить саудовской аравии поэтому будет готов продавать эту нефть хоть за копеечку лишь бы только был плохо вот этим ребятам а путин будет помогать и равно ну потому что такой молодец ты ты все смеешься сереж это сложно смеяться у нас просто вероятный порыв творческие люди пишут маленький вова в кремлик зашел где-то скрипач миллиардик нашел долго смеялся вова над ватой пока не отгреб он от славы лопатой я немножко интерпретировал последнее слово там по морде лопатой но вольный трактат я уточню что по саудовской аравии что речь идет не о выпуске миссии облигаций о выдаче компаниям похожих на бляда это не облигации мы говорим то есть эта бумажка фактически это вексель фактически это это не облигация ни в коем случае это вексель но который конечно имеет отношение к ценным бумагам и конечно будет рынок этих векселей безусловно но условия там если это вексель который под сто процентов обеспечить но потом оплачивается да то там должен быть срок во первых указ погашение да ну то есть какие-то должны быть реквизиты а если бумажка в которой написано я вам должен а судя по всему там так оно есть ну как то вот то цена конечно у них будет гораздо ниже номинала и начнется то что было в россии с гкотом и со всеми остальными делами в 90-е годы то есть выпускают гкошки фактически посмотрим что будет цена российского газа упала до минимума за 12 лет что тут говорить будет продолжаться что нужно было включать мозг путину они из себя крутого давать это это то о чем мы говорили еще 1 апреля какого 14 года до что уйдет цена вообще в ноль так оно и случилось и нам было это понятно многим специалистам и не специалистам это было понятно это не было понятно в воде значит он не свой хлеб жует сиуанов заявил что дефицит бюджета 2016 году составит 33 процента ввп при него типа 40 долларов вопросов нет вот все прекрасно 33 процента от ввп дефицит бюджет а сам бюджет сколько от ввп а 10 процентов россии бюджет от ввп то есть если дефицит бюджета 33 процента то это треть ну то есть это все жопа нет никакого бюджета какой бюджет если 3 это дефицит нет значит такого даже документа нет как бюджет значит нечем париться и думаю его принимать этот документ потому что он не будет работать если треть от него это дефицит из ламфа понимает лучше даже чем я но вот придуриваются они вот умеют придуриваться 33 процента от ввп молодец норма это несколько процентов дефицита максимум но естественно в россии хотят лишить пенсии людей с доходами свыше 45 50 тысяч рублей да представляешь вот люди семьей взяли там 92 году эти вонючеры отдали эти вонючеры в обмен на акции газпрома потом вся семья померла кто-то один остался у него все эти акции в руках его доход больше 50 тысяч и мы не будем платить пенсию потому что он богатый знаешь какая крень то есть вся семья работала он работал до пенсию никому не платит тому что эти померли а у него эти вонючеры которые на газпромовские ну кто не значит кого не ваучеры по-другому мы их вонючеры всегда называли вот он обменял то и чего вы тут при чем вы чем ему помогли вы чё сделали он вам платил он работал и платил за него платили в пенсионный фонд а вы ему теперь платить не будете потому что вы молодцы потому что все деньги поперли артисты сбербанки заявили о падении средней зарплаты в россии ниже китайской видишь сбербанки заявили что средняя зарплата 30 тысяч в россии это ниже китайской я не знаю где это они нашли 30 тысяч среднюю зарплату в россии мы очень смеялись когда нам сказали что средняя зарплата саратовской области 27 тысяч мы ржали безумно потому что ну нет такой зарплаты тем более средний зарплата гораздо ниже гораздо ниже поэтому когда говорят не но я понимаю что кто-то там топ-менеджеры получает триллиард а куча всяких халдеев получает вот поскольку взяли соединили среднюю температуру по больнице получилось 30 тысяч на самом деле нет такой но даже предположим есть такая зарплата 30 тысяч она ниже китайской я решил узнать какая же средняя зарплата не в лучших странах европы в польше средняя зарплата 1000 евро в эстонии 1000 евро но эстония это вообще одна из стран советского союза да одна из республик а польша советского лагеря страна вот там получается под 80 тысяч зарплата средний да а вот как вы думаете какая средняя зарплата в прошлом году была в норвегии где король такой тиран и где бюджет 90 процентов ввп и где этот фонд как он называется то господи стабилизационный 870 миллиардов да в отличие от россии где 370 где проживает 6 меньше 6 миллиард миллионов человек меньше 6 миллионов норвегии проживает даже с теми которые туда прибежали и вот какая же средняя зарплата в норвегии угадайте 2000 евро да ты чушу 4 400 это средняя зарплата в норвегии 4 4 400 представляешь там плохая горят жизнь тут эти вот загибаются да им надо отправить гуманитарную помощь виланчелем уже молодно конечно не ну да как король там лишь виланчелем и не увлекается все больше как-то увлекается своими обязанностями но нужно знать хобби у него нет вот нет у короля норвегии хобби видишь всяк проблем с чем на профподготовку нужно отправить туда конца ралдугина нашу про эстонию бред что бред это официальные данные что в эстонии средняя зарплата равняется 1000 евро какой же бред это как-то может быть вполне там тоже не 1000 но и здесь не 30 это из этих же источников в россии пациентам отказывают в иностранных лекарствах до масса людей которые болеют всякими системными заболеваниями там в том числе вот рассеянный склероз так далее им необходимы лекарства импортные потому что российские лекарства очень ядовитые грубо говоря токсичны так называют они ядовитые российские лекарства им нужны другие чтобы не сильно болеть болеть но не сильно а с мая месяца прекратили закупку потому что нужно импортозамещение так что будут варить для таких больных там всякие чаги там в этом мухоморы и так далее уже лечить да все тогда ужасно конечно россия проводит крупнейшую перестройку экономики это бломбергу наверно заплатили за то чтобы они написали такую статью и о том что вот значит тут вот как рассказал агентству замминистра финансов максим орешкин пока они не сумели перекрыть структуру падения в других острослях агентство отмечает что самый длительный за 20 лет рецессии в россии может закончить третьем квартале 16 года в третьем квартале изловит сатану честное слово понимаешь ну вот где хоть один показатель глядя на который можно сказать что в третьем квартале прекратится там рецессии так то россии на пороге краха экономического на пороге великой депрессии они нам рассказывают о том что сейчас все прекратится ничего не прекратить ни одного показателя нет чтобы это прекратилось и самое главное нет даже ни одного движения стороны власти единственное когда может это прекратится и движение которое они могут сделать это просто собраться вот с манатками как на той фотографии по пусть уйдет все плохое в новом году где там путин в одежде бабушки и и медведев такой там карлик такой как ребенок они с чемоданами бабушка с большим чемоданом с маленьким бабушка должна быть с виланчели елена мизулина предложила запретить ямочный ремонт дорог лучше вас триптист перес полисал такую чушку поставишь вот если что будет в россии если запретить ямочный ремонт то есть будет яма эту яму заделывают в конце концов лет через 200 до и скажут что починили всю дорогу так они ну крадут в пять раз относительно этой ямы больше а будут красть в сто раз больше молодец мизулина вообще думает головой как как это я бы не ремонтировать а чё тогда делать почему у вас яма но ямочный ремонт то запрещен а вы дорогу тогда все взял а у нас денег нету представляешь всего очень хорошо и их и мизулина слушай езжай к своим детям там день там тебя в бельгии в голландии и там вот эту вот херню парень у нас время время 22 минуты вот альфа-банк сообщил о планах обанкротить уралвагонзавод так что большие защитники путину с уралвагонзавода интересно как они от на это отреагировали путин не знает об этом надо ему сказать иди скажи таких даки соберите сидите так хрен вы его найдете где он там бочаровому ручье там сидит или в яманта уже закопался путин не знает пока им еще дома не сжигает достаточно старая новость но вот сегодня мы только увидели захарова рассказала как пришла к вере и почему ненавидит национализм ну как зачем она ненавидит национализм потому что ей команда не да не дать и на команда не дадим вот дали в команду не давали команда националистов ненавидит дали в команду лавров сказал люби националистов ой люблю квак-вак-вак как родную маму квак-вак как родную папу помню что миллиард играл или лягушку из простых лягушек ну вот я уверен что что все нормально и и объяснение пустое абсолютно так ночью будем на вопросы отвечать урал вагонзавод готовят продать подешевле вполне возможно сегодня тоже мы это обсуждали передавайте приветы пишут передаем мне кажется наоборот у нас сегодня слишком много приветов анекдотов стишков у нас еще есть загашники несколько стишков ваших по этому поводу кстати пишут шойгу потомок чингисхана каждый двухсотый человек на земле потом чингисхана по официальным данным так что шойгу как это может оказаться не парадоксально может им и не быть вот как раз шойгу может им и не оказаться пишет наш соратник антон приветствует нас говорит что нас поддерживает задает вопрос если место в будущих событиях для молодых людей не имеющих большого опыта в каких-либо областях но желающих научиться и поучаствовать вот как раз для них там самое большое количество мест потому что те которые где-то имеют опыт и не совсем молодые они уже как-то все как помнишь в оливийском дневнике че гевара писал что там до 42 лет лучший партизан до 42 лет а потом все очень плохо там надо на камнях спать почки болят там туда-сюда уже там мощь половая система не тает и все такое прочее поэтому конечно нужно молодежь и все это и делается для молодежи для для нас то уж вот вот сидят напротив молодые люди вот это для них а нам что тут уж осталось так на одну затяжку может быть пятого одиннадцатого отгулять так по полной и все и я вспоминаю цитату если я не ошибаюсь товарища гевара но возможно это не он первый придумал статус заключается в том что гораздо лучше если чиновником будет мало имеет не имеющий опыта но имеющий стремление человек чем опытный вор опытный врун и опытный бюрократ да на личном опыте он подтвердил как бы да и это очень много людей подтвердило на личном опыте в общем-то и в разных странах и даже в россии что удивительно ты видел видео где два бусурман и саратов поломать русского парня называют его нацистом что ты об этом думаешь прокомментируешь что знаешь ничего не знаю не видел я расслышь так спрашивают обгоним ли норвегию после 5 1117 туча обгоним ли норвегия но это сложный вопрос вообще мы не ставим целью обогнать норвегию во первых у нас гораздо большая территория да и посмотря по каким показателям но мы ставим целью чтобы по крайней мере народ то здесь не хуже жил и политическую систему конечно хотим другую безусловно то есть я думаю что в конце концов придем что норвегия что ему к одному и тому же все человечество придет к одному и тому же то есть на первоначальном этапе к прямой демократии конечно достаточно странный вопрос тем временем может ли быть такое что строящиеся стадионы я так понимаю к чемпионат мира 2018 года тюрьму да да мы уже угадал качестве концлагерей как это делал когда-то пиночет на своих стадионах ну для концлагерей можно было бы и что-то другое придумать поэтому с точки зрения вот нам это использовать мы думали об этом не скрою думали они я думаю навряд ли об этом думали а мы об этом думали но это какой-то мягко говоря безумно дорогой это будет рекорд наверное самый дорогой концлагерь в мире ну что делать мы вот для таких для таких на такие вещи мы денег не будем жалеть эти твари даже в самых дорогих концлагерях будут сидеть но не но если а если без шут конечно в россии вот открытому стадионе не очень-то посидишься зимой у нас холодно поэтому мест гораздо можно больше найти тем более что большая часть о мечтатель мальцев украшу хорошее название ленин тоже был кремлевским мечтателем если мы помним все начинается с мечты все с мечты начинается я думаю это очень хорошее название спасибо спрашивает каковы будут ваши действия если путин уйдет в конце сентября ну не сам но мы посмотрим кто один уйдет другие придут но наши действия будут весьма активны конечно то есть наша задача не упустить мы говорили об этом так мы не про конец сентября мы про февраль говорили у нас есть предположение что феврале может могут случиться события которые катапультируют путина и придет к власти некое временное правительство в главе с вячеславом викторовичем там и так далее это мы мониторим и есть такая большая опасность и в общем то это ну серьезная опасность и и нам это будет очень серьезный удар под и потому что сложно будет что-то с теми которые а вот мы тут новые мы ничего не делали мы тут вообще молодцы поэтому и путина не любили всегда зерой с ним боролись да мы это об этом думаем и как-то готовимся к этому тоже от национализма до конспирологии один шаг любой националист в итоге приходит к мысли о не буду называть от слова следе сионистском заговоре комитете 300 и прочей конспирология согласны не согласен а почему нет мы может к такому идеей конспирологическим каким-то не приходим то есть мы видим что мир более многообразен поэтому я думаю что не все так просто и все просто но и в общем то мы помним исторических личностей до которые называли себя националистами в том числе европейских националистов в том числе сегодня мы вспоминали но к сожалению в плохом свете вспоминали деголя шарль деголя он был националистом и он разве когда ты говорил про какие-то сионистские заговоры комитет 300 пожалуйста мы можем вспомнить а то тюрка да мы этого с униссена можем вспомнить которые были реальными националистами которые заявляли о своем национализме на учет давным среди них мало там конспирологии и тем более такого нашли да то есть они были реалистами спрашивает адольф гитлер и сталин это антиподы или братья по общим интересам ну я очень уважаю такой предмет как диалектику да а тут борьба единство противоположностей единство и борьба с точки зрения диалектики как раз они едины и находятся в борьбе и сталин и и гитлер поэтому то есть мне кажется а вот без одного не могло быть другого как и сталин наверное был бы не тот если бы рано или поздно получилось бы что-то не очень хорошее с ним потому что уже посмотрите вот довоенный период сталина это абсолютно другой сталин чем военный период и послевоенный это разные люди фактически также и гитлер тоже как-то вот вот эта фигура сталина наличие вообще на мировой шахматной доске на такой фигуры как сталин приводила его и именно уже тем действием которые он и совершила бы абсолютно другим путем пошел если бы не было сталина если мне был советского союза поэтому весь единство и борьба противоположности это однозначно многие очень многие спрашивают как относитесь к пиуновой лада русь хотя бы в двух словах неплохо отношусь нормально причем вот наш большой товарищ олег связывался с адвокатом пиуновой и заявил о том что я подтверждаю что если она захочет участвовать вот в телемосту там в дебатах как угодно можно назвать мы предоставим ей эфир чтобы она могла рассказать о том что происходит потому что у нее постоянно там проводят обыски стреляют собак и так далее то есть бесчинствует совершенно нам заявили что она сейчас скрывается и поэтому в общем не может она себя таким образом рис рассекретить хотя как ты рассекретишь если ты там через какие-то каналы выйдешь по skype и в течение 20 минут что-то там наговоришь я думаю что никаких проблем но в любом случае она наша сторонница соратница я имею ввиду с идеологической точки зрения уж не знаю на лично к нам относятся но в общем то мы наверное позитивных не относимся в числах не рухнет ли экономика из-за экономической амнистии из-за экономической амнистии которую проводит путин или которую будем проводить вы не наоборот как же экономическая амнистия наоборот усиливает экономику они обрушивают и прощение долгов усиливает и сбрасывает кандалы поэтому мы можем на японию посмотреть до который после войны три раз долги все прощал только в россии россии только при путине да и не только при путине прощать долги кому угодно неграм азиатам кому хочешь на только своим никому не прощает ни копеечки не простили а путинская экономическая амнистия а путинская экономическая амнистия начали она реально что ли это это же смешно то есть это это просто декларация он почему-то думал что то он сейчас такую амнистию объявит и тут все бросятся с деньгами с мешками забегать в россию все ну ладно кто-нибудь воспользовался предложение вячеслав давайте определим карту городов которые вас смотрят плюс регионы таким образом вы будете знать да и не только вы где вас смотрят в принципе интересная мысль просто карта анонимная то есть не какие-то там отметки надо там с номерами телефонов и так далее то есть человек заходит на эту карту и может поставить галочку откуда он нас смотрит анонимно опять-таки да и мы можем посмотреть сколько человек из какого города нас смотрят мне кажется это хорошая мысль мы наверное подумаем над этим и человек который это написал он из нерехты и мой такой отдельный личный большой привет городу нерехты я там был и был там по работе и очень долго не мог запомнить название этого города почему-то казалось очень сложным и у меня но заключалась работа моя в том что нужно было звонить по одному телефону и называть этот город и я периодически звонил забывал название вот просто на убой забывал название этого города и говорил но в этой вне христе вне христе я нахожусь и люди уже привыкли и понимали что если вы вне христе значит в нерехте большой привет вам привет мальцы что будет 0 100 06 16 года 217 лет со дня рождения александр сергеевич пушкин как я понимаю да ну чё еще имеется ввиду что три шестерки но двадцать шестого 06 16 тоже будет три шестерки вообще очень часто и 2006 даже поэтому три шестерки очень часто бывает еще будет канун канун моего дня рождения автор тоже приятно поэтому я не думаю что будет что-то экстраординарное такое так уже тогда мы заканчиваем да и просим вас регистрируйтесь на сайте волна перемен чтобы вот скептиков постромить и чтобы мы могли победить регистрируйтесь на этом контакте как группа называется не группа это страница называется она за вячеслава мальцева в ссылках к этому видеоролику есть ссылка на нашу страницу сегодня в том числе мы передавали приветы и вопросы от людей которые в том числе питать писали туда это не значит что нужно всем писать туда потому что к сожалению мы тогда просто не будем успевать всех читать и в конец так скажем я заготовил очередное стихотворение отношу соратника александра я лучше стану сатанистом изгоем психом анархистом уйду в запой и буду фаталистом чем стану продажным пути не стану и у нас есть еще и канал 2 о котором мы сегодня не говорили канал называется безумная грета там есть нарезки с нашими эфирами и канал замечательно подходит для людей которые может быть нас пока еще не смотрят то есть вы можете отправлять вот эти нарезки своим друзьям родственникам которые может быть не готовы там двухчасовой эфир смотреть да там самые такие хорошие как раз нарезки и вы можете в общем-то их отправлять и у нас менялись реквизиты будьте внимательны все новые реквизиты в описании под видео спасибо до новой исторической эпохи осталось пятьсот тридцать три дня и час еще времени спасибо что вы нас смотрите до свидания спасибо до свидания до свидания